Второй состав Совета объединил неравнодушных и активных граждан Десногорска. Это лидеры общественных организаций, сотрудники предприятий и представители бизнеса. Некоторые привели себя и на политическом поприще. В выборах приняли участие два члена Общественного Совета. Это Куралецов Денис Александрович, наш пресс-секретарь, и член Общественного Совета Леднева Елена Петровна. Полномочия нынешнего состава Общественного Совета заканчиваются в первом полугодии 2020 года. Учитывая уже проделанную работу, было вынесено предложение о досрочном прекращении его деятельности. Предложение членов Общественного Совета было досрочно завершить деятельность Общественного Совета второго состава. Поэтому я данное предложение выношу на голосование. За более чем двухлетний период было проведено 19 рабочих заседаний. С участием руководства города было рассмотрено более 30 письменных обращений граждан. Некоторые из них касались благоустройства города, деятельности ЖКХ, обеспечения медицинского обслуживания. Общественный Совет не опустился до критиканства. У нас с вами были и претензии, и замечания, и была критика к власти. Но эта критика была по-доброму. И основной вопрос критики – это сделать как лучше. При этом сотрудничество Совета с городской администрацией было выстроено в форме понятного и открытого диалога. Мы, слава богу, с вами точки соприкосновения и решения тех либо иных проблем практически всегда находили. Работа Общественного Совета на этом не заканчивается. Вопрос формирования нового, третьего его созыва уже рассматривается администрацией муниципалитета. Следующий Общественный Совет, он должен быть лучше, но он может быть лучше только благодаря тому, что у него вольется часть Старого Общественного Совета. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна-ТВ